За последние два года потерял много близких мне людей, занимаясь только похоронами, Впал в уныние, как быть, не унывать. Моя мама в 90-м году похоронила в течение недели двух самых, на всю жизнь самых дорогих для нее людей, маму и брат. В течение недели в доме, в одной койке, практически на одном кладбище, среди одних и тех же людей. Причем это был 90-й год, это не нынешнее время, они умерли у нее на глазах, она была с ними да по следу, она закрывала им глаза, она обмывала их, она одевала их, она сидела по три ночи с каждым, прежде чем похоронить. Вот меня не было с ней в тот момент, но она часто возвращается в воспоминаниях к этому. Вот, и я понимаю, что вот то, что сил хватило, это другое, вас же тоже хватило, раз это уже, вы пережили этот момент. У нее осталось только одно – благодарность. Она благодарна Богу, что это было. И брат, и мама жили в одном населенном пункте, но очень далеко, очень далеко от нее. И это было нестандартное время, то есть не отпускное. Она приезжала туда только раз в год в отпуск на неделю. И она очень благодарна, что они болели, что она отпросилась в отпуск, ухаживая за ними, что она со всеми с ними поговорила, что она со всеми с ними поплакала, что она все сделала для них. И вот эта благодарность, что этот день был в ее жизни, что они не просто умерли, а потом ей говорят, знаешь, уже закопали, а знаешь, уже похоронили, или так, а знаешь, увезли, вот, а там сожгли. Вот не было вот этой пустоты, нет, она вбрала вот это горе. Она проживала, да, тогда было плохо ей, когда она только приехала, вот, она очень сильно сдала, но потом прошло время, и она стала по-другому вспоминать, как здорово, что это было. Вот полнота общения с любимым человеком, с любимым. То есть вот все мера, вот больше некуда. Все было сказано, все было выговорено, все было сделано. Да, конечно, этих людей не хватает, но любой человек понимает, что это же неизбежно. Рано или поздно нам приходится расставаться. Но вот мы потому и страдаем от этого, что у нас нет вот этой полноты, нам сообщают, что человек умер. Мы еще не приехали в соседнюю улицу, а человека уже увезли. И нас туда не пускают, куда его увезли. А потом он привозит, то есть мы организуем похороны, не видя этого человека. Не пребывая с ним, мы бы были, нам бы не было так пусто и одиноко. Мы бы вот подержались за его руку, поревели бы, посмотрели на любимое лицо, почитали бы псалты, вспомнили бы всю жизнь. Нет, нам его вот привезли, отпели, закопали все, и у нас остается пустота. Вот это порождает унынье. Мы не почувствовали полноты вот этого. Вот что вышло из этого. Поэтому, как вы правильно написали, мы занимаемся похоронами. А по-человечески, когда я дохаживаю человека, вплоть до того, как я провожу его туда, последний путь, вот, когда я все это время с человеком, это было человечно, сейчас это бесчеловечно. Бесчеловечно, потому что все люди, у меня потоком идут люди, все, страдая от того, что им не дали вот этот момент прожить, и они чувствуют, что какая-то пустота, так, как будто вырвали человека из их жизни, из их сердца, образовалась дыра. Вот это, то есть, дело не в смерти самой, а в том, что нынешняя, скажем так, процедура, послесмертная процедура, она бесчеловечна. И мы страдаем не от смерти, а от бесчеловечности тех мероприятий, которые мы должны делать. Понимаете? И вот, я понимаю, что уныние никуда не денется, но вы должны понимать, что дело не в том, что человек умер, а в том, что вам не дали с ним достаточное время побыть. И когда вы понимаете, что виновата не сама смерть и не Бог, а люди, так устроившие эту процедуру, что нам тяжело после этого, что это часть бесчеловечного, жестокого, уродливого мира, в котором мы живем, когда это понимаешь, ты приходишь к Богу и говоришь, Господи, какие же мы стали все сволочи, какие мы жестокие и глупые люди, но у меня болит здесь, болит. Я не успел прожить того, что должен был прожить, чего проживали все мои предки, но ты же всех нас любишь, ты боль эту знаешь, войди в меня, загладь эту боль, прикоснись своей рукой, излечи меня, дай мне надежду, что это не последняя разлука и не пустота какая-то, что, дорогой мой человек, в твоих руках, в твоей любви, зажги мое сердце этой надежды, что мы все-таки однажды встретимся, обнимемся, и я не вспомню всего этого кошмара, который был в этом миру. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok